Кстати, сегодня югорские туроператоры презентуют проекты на грантовый конкурс в сфере внутреннего и выездного туризма. Правда, выбор у комиссии был небольшой. Инициатива у предпринимателей есть, а вот с подготовкой самих проектов проблемы. К примеру, югорчане неправильно составляют бизнес-план, допускают ошибки в документации. В итоге из 15 проектов до защиты допустили всего два. Одна инициатива это приобретение автобуса-трансформера для перевозки взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья по турмаршрутам. А второй предполагает развитие этнографической площадки в Нефтьюганске. Сегодня там открыт центр коренных малочисленных народов Севера, кстати, тоже на средства гранта. И предприниматели планируют еще построить Чувашский дом и восточную юрту. Одной из целей является, конечно же, межэтническое отношение и культурное воспитание граждан. Поэтому этот проект мы написали и, я думаю, этому проекту будет, конечно же, будущее, потому что у нас югра очень многонациональная и те событийные мероприятия, которые у нас проходят, мы будем готовы на этой площадке реализовывать. Данный проект предназумает свое развитие в будущем периоде. Но обязательно участие о том, что в данном проекте необходимо софинансирование проекта. 50% обязательно должны быть свои источники. То есть, если грант, например, состоит из 4 миллионов, то 2 являются субсидии, которые выявляются на конкурсной основе, а 2 предприниматель, юридическое лицо должно вложить свои средства. Субтитры создавал DimaTorzok